Виктор Медведчук начал свою политическую карьеру в 97-м, когда стал внештатным советником президента Украины Леонида Кучма. После переизбрания Кучма на второй срок Медведчук возглавил администрацию президента. В середине 2000-х его стали называть кумом Путина. Российский президент стал крестным дочери украинского политика. Тогда, в 2004-м, Медведчук называл личные отношения с российским лидером большой честью. Но после победы оранжевой революции в 2005-м году связи с Москвой заставили Медведчука уйти из публичной политики. Хотя считается, что он по-прежнему влиял на повестку. Например, убеждал Кремль ставить на Димашенко в президентской кампании 2010-го года и лично участвовал в составлении скандальных газовых соглашений. В 2012-м Медведчук вернулся в публичную политику, создав движение «Украинский выбор». Оно критиковало действующего президента Януковича и выступало за референдум о присоединении к таможенному союзу во главе с Россией. Одну из конференций украинского выбора лично посещал Владимир Путин. И казалось, что ставленником Кремля в следующей президентской гонке будет именно Медведчук. Но Евромайдан вновь заставил украинского политика умерить свои амбиции. Офисы его кампаний в Киеве разгромили, а сам он несколько месяцев не появлялся в столице. Свою новую роль он обрел осенью 2014-го, когда был приглашен в качестве посредника в Минскую трехстороннюю контактную группу по урегулированию на Донбассе. Позже Медведчук лично участвовал в переговорах Москвы и Киева об обмене пленными. Прошлым летом Медведчук вступил в партию «Оппозиционная платформа за жизнь». 29 января на съезде партии в своей программной речи Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, внеся соответствующие изменения в Конституцию. Субтитры создавал DimaTorzok